Между тем, подобные аномалии стали происходить на разных континентах с пугающей регулярностью. Там, где привыкли к жаре, может выпасть снег, где была засуха, льют дожди. А еще природные пожары, цунами, наводнения. Что происходит с планетой и что будет дальше? Все чаще эти вопросы задают миллионы людей. И у ученых, похоже, есть объяснение. Константин Панюшкин все подробно изучил. Бомбардировка очагов лесных пожаров в Швеции. Доставка вертолетами воды на горное пастбище в Швейцарии. А еще первые бананы в британском Нотингеме. Боеприпасы Второй мировой на берегах обмелевшей Эльбы. Пекло в Сибири и одновременно на востоке США. Вот неполный список последствий погодных катаклизмов минувшего лета. Калифорния уже почти Сахара. У них же постоянно пожары горят. Теперь Европа подтягивается. Ну и, может быть, со временем с север Сибири. То есть это катастрофа глобальная. На карте температурных аномалий хорошо заметно, что на севере Европы превышения этим летом были сильнее, чем на юге. В итоге температура воздуха практически сравнялась в Швеции и Греции. Вообще безумие, конечно, потому что никогда в жизни температура летняя в Швеции не была близка к греческой. Профессор Владимир Петухов из Потсдамского института климатических изменений. Автор открытия, которое объясняет происхождение летних аномалий. Он обнаружил, что так называемые планетарные волны, мощные атмосферные потоки, которые до поры переносили воздух с севера на юг и наоборот, толкали циклоны и антициклоны, остановились. Вместо воздушных струй на карте северного полушария теперь вот такие кляксы. Если они остаются в одном регионе на дни, недели или даже месяц, солнечная погода превращается в засуху, а дождливые дни оборачиваются наводнениями. Оказывается, именно поломка в системе планетарных волн в 2010-м привела к пожарам и смогу в Москве. В 2011-м и 2012-м обернулась рекордными убытками американских фермеров. В 2016-м стоила десяток миллиардов долларов Канаде, которая несколько месяцев тушила лесные пожары. А в прошлом году аномальная погода летом установилась в районе Гренландии. В Гренландии начались пожары. Это не странно, это просто ужас, что такое. Виновата, как водится, глобальное потепление. За век планета в среднем прибавила около 1 градуса, но в частности Арктика потеплела почти на 4 пункта. Из-за этого контраст температур северных и средних широт, который раньше разгонял планетарные волны, упал, а волны затормозили. И отремонтировать эту поломку человечеству вроде как не по силам. Теперь раз в два года летом могут устанавливаться новые температурные рекорды. Если говорить откровенно и пытаться предупредить что-то, то я думаю, и нужно говорить несколько, может быть, преувеличивая, но пока еще преувеличения даже нет никакого. Это мы все уже имеем. Впрочем, ученые призывают не паниковать. Стажие Сибири в пустыню, если и превратится, то очень нескоро. А если однажды все-таки станет до того жарко, тогда и океан уже как следует нагреется, испарится и прольется дождями на иссохшей земле. То есть, скорее всего, все будет хорошо. Но это не точно. Константин Панюшкин, Наталья Голубова, Иван Благой, Илья Журавлев. Первый канал.